К нашему эфиру присоединяется Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов. Алексей, приветствуем вас в эфире «Фридом». Доброе утро. Да, друзья, приветствую. Рад вас видеть, слышать и приветствовать всех наших уважаемых телезрителей. Это взаимно, Алексей. Так вот, по поводу Орбана, почему же так ему интересно стали участие в переговорном процессе, какая-то миротворческая миссия, что ли? Почему он решил возложить на себя эту задачу и на самом ли деле он готов это оправдать? Либо это какая-то, не знаю, игра, фарс, попытка просто занять какое-то место на политической арене? Миротворческие миссии всегда, скажем так, опытные дипломаты умели разыгрывать. И, по большому счету, учитывая, что Орбан общается и с Трампом, и к нему прилетал во время визита турне в Европу после Франции, после Сербии, на то, что он и, в принципе, тот же Сиярд, и министр иностранных дел, постоянно на контакте с Москвой, то абсолютно неудивительно, что Орбан транслирует, да, вот такие вот дипломатические месседжи, как будто забрасывает пробные шары, да, и создает какой-то такой общий фон. Потому что, ну, опять же, раньше это было более действенно до саммита мира, потому что далеко не все страны понимали, что происходит в Украине, не вникали в нюансы нашей войны. А про мир говорить всегда удобно, про перемирие, и такие инициативы могли становиться, скажем так, фундаментом к более глубоким переговорам. То есть, лидер страны как будто летит, ну, в какую-то теоретическую Саудовскую Аравию по вопросам мирного урегулирования войны России против Украины, а на самом деле решает абсолютно другие вопросы. Поэтому, опять же, не более чем инструменты. Если брать по Орбану, то даже его визит, собственно говоря, в Киев, вот в первую страну, причем не Европейского Союза, после того, как он возглавил сейчас Европейский Союз, она же больше как раз нужна была самому Орбану этот визит, нежели даже в Украине. Он пытается сказать, что посмотрите, что я договороспособный, я готов не срывать договоренности, я готов не блокировать инициативы по Украине, я проявляю солидарность со странами. Но при этом, во время, когда он разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, его министр иностранных действий Сиярта по телефону говорит с Лавровым, со своим коллегой, а потом он летит, собственно говоря, в Кремль. Поэтому я думаю, что, так сказать, Орбан хочет быть полезным уже в новом статусе, и мы видим, что он пытается замаскировать свой мандат как премьер-министр Венгрии и делает вид, что он осуществляет международные визиты уже от имени Европейского Союза, что, собственно говоря, как-то возбудились очень сильно евробюрократы Ишар Мишель, Руслова фон дер Ляйн, когда он полетел в Москву, они все начали говорить, что да нет, мандата у Орбана, каких-то переговоров ни по Украине, ни от имени Европейского Союза нет. Более того, даже наш МИД буквально вчера отдал соответствующее разъяснение, официальную позицию, что Орбан ничего, никакие интересы не представляет, что про Украину, без Украины никто разговаривать не будет. Единственная формула регулирования, которая лежит на столе, это формула мира Украины, еще и называют ее формулой мира Владимира Зеленского. Но вот, в принципе, на данный момент я бы не сказал, что партия Орбана, она у него удалась, такая шахматная комбинация даже, можно сказать. Вот, ну, как это сказать, он в лишний раз привлек к себе внимание, а на фоне того, что он собирается, ну, вы же знаете, делать фракцию в Европарламенте, ультраправую, он все равно будет и дальше привлекать к себе внимание, показывая ультраправым с других фракций из других стран, что у него есть прямой контакт и с Москвой, и с Трампом, и с Китаем, привлекая их к себе на сторону и сам увеличивая свой вес в Европейском Союзе. Достаточно основательное расследование было у издания «Инсайдер», как работает служба внешней разведки в Европе, организуя всяческие дезинформационные кампании и так далее. Так вот, там среди пунктов, которые расследователи называют, это вот организовать работу в целях углубления внутренних противоречий между правящими элитами. И вот в этом контексте очень хорошо выглядит визит Орбана. Очень хорошо, конечно, в кавычках, о том, что он никем не санкционировал из руководства Евросоюза, о том, что это его, мол, личная инициатива. И вы знаете, вот все эти миротворцы, они тем самым, ну, я бы сказал, размывают цели, которые ставит перед собой именно мирная инициатива, формула мира президента Зеленского. Вот как с этой точки зрения посмотреть на визит Орбана? Вы абсолютно правы. Ну, такая же цель у Кремля – размытие мирной инициативы, формулу мира Владимира Зеленского, наш, скажем, отвлечь внимание от результатов саммита мира. Для этого что? Для этого нужно заболтать, для этого нужно заговорить, для этого нужно, чтобы международные субъекты, например, завтра Бразилия, еще кто-то, да, начнут говорить про перемирие. А какие-то приедут, там, три африканские страны, да, или там совместный брифинг объявят. Например, те страны, которые страдают от голода, да, вот в этом формате они проявят мирную инициативу. Вот мы сейчас моделируем с вами, да, и призовут Украину к прекращению войны. То есть они не Россию призовут к выведению войск, да, и то, чтобы, так сказать, идти к справедливому миру по формуле мира. Нет, они просто скажут один пункт. Просим, так сказать, перемирия, потому что наши люди и граждане в Африке от этого страдают. Этот белый шум создается за деньги Кремля в основном. И через дипломатические переговоры, опять же, Кремля по его контактам. Вот мы же видим, что был же сам Миншос в Казахстане, в Астане, да, куда прилетал Путин. Там же было кроме десяти, уже десяти, да, с Белоруссией членов ШОС. Еще были и другие страны, была Турция, была Саудовская Аравия, была Объединенные Арабские Эмираты и так далее. И, конечно же, Путин, несмотря на всю подсанкционность, абсолютно имел все возможности с ними контактировать. Мы не знаем, какую, опять же, комбинацию задумали, но у меня абсолютно нет никаких сомнений, что сейчас будет много этого белого шума про приостановление войны, чтобы не стреляли, чтобы люди не умирали. И все будут выходить с такими очень плоскими, одноходовкими миротворческой инициативой. Более того, в таком формате страны, даже которые выходят с такими инициативами, они же ничего не теряют. То есть эти инициативы, они нереальны по своему смыслу, да, вот, и даже более того, абсурдны. Но с геополитической точки зрения страна, близкая к Кремлю, она выходит, лидер страны, и говорит про мир во всем мире. То есть, по большому счету, какого-то негативного эффекта она на себя тоже не берет. Поэтому нам нужно двигаться по переговорам и по результатам формулы мира. Нам нужно сейчас уже буквально несколько дней осталось с 9 по 11 очень серьезно с партнерами готовиться к саммиту НАТО. И уже после этого, учитывая мнение партнеров, а были проведены соответствующие уже переговоры, летела в Америку наша группа, возглавляемая Андреем Ермаком, главой всепрезидента, уже собирать рабочие группы и полноценно готовиться к нарабатыванию. Дорожная карта справедливого мира, самого справедливого мира для Украины, собственно говоря, как следствие, через какие инструменты идти. Тут Зеленский уже, в принципе, свое видение сказал. Ну и, конечно, нарабатывать самый сложный элемент, это ультиматум для Российской Федерации. Ну, то есть, условия ее капитуляции. И кто этот ультиматум будет реализовывать вместе с Украиной, какие страны будут гарантами этого процесса. Для всех становится все более очевидней, что, конечно же, на уровне Соединенными Штатами, возможно, Европейским Союзом, это должен быть, конечно же, Китай. Но, одним словом, работы огромное количество, и дипломатических вызовов в том числе очень много. Алексей, ну вот интересно, ведь мандат на переговоры с Путиным от лица ЕС никто не давал Орбану, как мы уже с вами это констатировали, но вместе с тем, интересно тогда, на самом ли деле Орбан предполагает, что он может вот так сам взять инициативу в свои руки, ну и оперировать, собственно, как представитель Европейского Союза. Ну либо же это вот так вот пойти на обум все-таки и сказать, я что-то пытался сделать, вам не понравилось, теперь я в этом не участвую, и не нужно меня упрекать в какой-то не такой позиции Венгрии. А вот как вы считаете, на самом ли деле есть такая вот внутренняя уверенность в том, что все закроют глаза на то, что это такое, ну, несколько самовольная такая позиция, без обсуждений и без, опять же, определенного мандата? Ну, ему нужен был этот визит в Москву, мы же прекрасно это понимаем, потому что, по сути, он перед Путиным раскрыл новое меню на полгода, которое может реализовать Орбан в интересах Путина, в новом статусе, и не только в статусе сейчас, там, ротационного лидера ЕС, да, на полгода, но и он проговаривал, я глубоко убежден, на той самой ультраправой фракции перспективы, в том числе, возможно, и финансирование, потому что оно по работе внутреннего раскола, как вот мы только что говорили в самом Европарламенте, поэтому, я думаю, вопросов на переговорном процессе было довольно много. А по поводу того, что Орбан манипулирует в Европейском Союзе, так он всегда это делает. Шантаж — это большая часть его политики. Он такой жулик, если хотите, да, такой дипломатический, потому что, смотрите, он сделал пробный шар по Украине, он же прилетел тоже, собственно говоря, у нас в эфире, у вас в эфире, у нас в эфире. Мы с вами задавали вопрос, а с каким мандатом прилетел Орбан в Украину? Я прекрасно это помню. И ответа как такового, по сути, мы не дали, и он не дал. Потому что, если посмотреть вопросы, которые он поднимал во время визита в Киев, это, скорее всего, можно было предположить, что это визит именно на новой должности. И все про это говорили, и он сам про это говорил. То есть ротационного лидера Европейского Союза. И что, поскольку этот визит, в принципе, сходился с коллективным мнением стран Европейского Союза, но он был солидарный, комплементарный к Украине, все промолчали и все сказали, ну да, Орбан молодец, может быть, действительно, с ним стоит иметь дело, и может быть, с ним не будет ближайшие полгода проблем. И когда полетел в Москву, он сделал ровно то же самое. Ну, просто понятное дело, что в Москву ему точно мандата никто не давал и так. Если бы до Москвы он еще прилетел бы пять стран, вот в чем дело, ему тоже, скорее всего, бы никто не сказал, так сказать, про мандат, и он бы очень успешно его маскировал под свои цели и под свои заявления. Алексей, а вот если еще посмотреть на этот визит с той точки зрения, что Орбану нужно, так сказать, укреплять свои отношения со своей итальянской коллегой Джорджи Мелони, которая как бы человек крайне правых взглядов, но в то же время большой друг Украины, и ему нужно вот этот украинский вопрос, позицию по украинскому вопросу как-то корректировать? Вы знаете, и да, и нет. Конечно, он будет укреплять интересы с разными правами. Это все понятно. Тема Украины, тема войны России против Украины для Орбана, как и для любого европейского лидера, в принципе, открывает почти все дипломатические двери. Ты завтра летишь куда? В Индию? Горишь по вопросам, так сказать, в том числе, помощи Украины, там, по каким-то дипломатическим инициативам. И под этим соусом ты, так сказать, можешь решать огромное количество своих личных вопросов, ну, вопросов страны, например, да. Ну, просто это уже кулуарно. Поэтому и тема миротворческих процессов, она настолько востребована в геополитике, потому что она, ну, создает позитивный контекст, позитивный ореол, если хотите, да, любым переговорам. А вот по поводу Мелони с Италией, понимаете, в чем дело? У него были переговоры ранее с Мелони, вот. Но они не сошлись по вопросу как раз ключевому, по поддержке Украины. Мелония, хоть она и ультраправая, хоть она и, в принципе, эксплуатирует, да, главный вопрос миграционный в своей политике, чем, конечно, она похожа на того же Орбана. Вот. Но по вопросу Украины, она двумя руками за поддержку Украины. А Орбан, видите, он пытается держать абсолютно разновекторную политику, но в основном как бы со взглядом на Кремль. Вот. Поэтому и было принято решение Орбаном создавать свою ультраправую фракцию, а не вливаться, собственно говоря, во фракцию Мелони. Поэтому я думаю, что они продолжат идти параллельными путями, потому что если вливаться, скажем так, в структуру, действующую уже в Мелоне, то у Орбана тогда теряет право политической инициативы в Европарламенте. Алексей, благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Напомню зрителям, что на связи Алексей Буриченко был кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok